Пол-литра средства для мытья посуды в год. Именно столько мы выпиваем из-за собственной лени. Эти самые вещества обязательно попадают в организм человека. Три миллиграмма вредных фосфатов в день. Именно столько оседает на коже из-за того, что мы выбираем неправильный порошок. Стиральные порошки, моющие средства, гели, аэрозоли. Вокруг нас сплошная химия. Дома, в гостях, на работе и в общественном транспорте. Стиральный порошок – один из основных видов флесификатов. Процент подделок достигает по нашим подсчетам 20-30%. Все тайное станет явным. Как не позволить себя одурачить? Научиться различать подделки, читать этикетки, а главное не превращать бытовую химию в боевую. Это вот, чем я зубы пищу. Это соль в ступке перетертая и пепел. Ну, соленая, я вам сказал, с непривычки, знаете, как раз. Вот. Вот уже пять лет Виктор Бардыкин не пользуется зубной пастой, мылом, шампунем, стиральным порошком. Все моющие и чистящие средства он готовит сам. Из печной золы. Вот этим как раз я пробовала мыть. Вот. Вот этот вот хвощ полевой. Вот уже пять лет Татьяна Иванова не моет посуду. Точнее, моет, но не так, как большинство из нас. Вот я тру, видите, она отмывается. Эти люди бросили престижную работу, комфортабельные квартиры и буквально в чистом поле основали экопоселение. Они сменили среду обитания, чтобы избавиться от бытовой химии. Конечно, это не выход. Трудно представить, что города опустеют, и все будут жить так. Бегом от действительности в этакую экологическую резервацию. Но свести к минимуму вред бытовой химии любому из нас вполне по силам. Сегодня хозяйка на кухне, что рабочий на химическом заводе. В бытовой химии есть хлор, диоксид серы и тиленгликоль. По классификации военных, это боевые отравляющие вещества. Их, правда, в других пропорциях, используют в боевой химии. С опасными веществами нужно и обращаться с опаской. Поэтому рабочий на заводе строго соблюдает технику безопасности. Обязательно надевает резиновые перчатки, защитные очки, специальную одежду. А мы, входя на кухню, забываем об элементарных правилах и своими руками превращаем бытовую химию в боевую. Любовь Мирошникова. Уверена, что знает о бытовой химии почти все. Сознательно отказалась от использования традиционных моющих средств. Перешла на натуральные заменители – лимоны, уксус, соду. Люба считает, только благодаря этому ее дочь осталась жива. Ну, какой бытовой химии. Смотри, даже ей песенку. Мамушки, твои, милые, милые, милые. Эта история началась с двух крохотных прыщиков на щечках у годовалой Алины. Люба решила, у ребенка пищевая аллергия. А поскольку кормила малышку грудью, то начала ограничивать себя в еде. До годика я кормила. Когда все это началось, я еще кормила. Я на диетах сидела жестких. Мне ей практически вообще ничего дали, кроме каши. Мяса какого-нибудь, макарон и все. Жесткая диета не помогла. Однажды утром ситуация резко ухудшилась. Люба собиралась купать малышку. Взяла на руки и ощутила, насколько горячим стало тельцу. Ребенок закричал от сильной боли. Люба сдернула с малышки рубашку и вскрикнула сама. Кожа была покрыта не прыщиками, а огромными рубиновыми пятнами. Мы сдали кровь на самые элементарные пищевые, все аллергены проверили. В принципе, выяснилось, что на пищу аллергии практически никакой нет. Это было так минимально, как у каждого нормального здорового человека. Постепенно из квартиры исчезли мягкие игрушки, ковры, конфеты, фрукты. Родители по нескольку раз на дню простировали детскую одежду. С особой тщательностью протирали полы в комнате. Пошили специальные варежки, чтобы малышка не расчесывала себя до крови. Нельзя – это было одно из первых слов, которые усвоила Аля. Нельзя – конфеты, апельсины, мягкие игрушки. Да, мне из-за этого была чесатка. Из-за игрушек тоже? Да. Мне пластмассовые покупали. Анализы, обследования, осмотры следовали один за другим. Муж винил во всем плохую экологию и предлагал перебраться в какую-нибудь глухую деревню. В связи с плохим самочувствием ребенка у нас даже была мысль уехать на некоторое время в деревню. Действительно, здоровье ребенка ценнее и дороже. Поэтому приходилось жертвовать. Помог случай. Они всей семьей поехали на море. В торопях женщина забыла дома детский стиральный порошок. И обнаружила это только в домике на берегу. Мы приехали, мы много загорали. Все вещи, конечно, стирались. Ну, что обычно забываешь? Детское мыло какое-нибудь. Вот. Никаких порошков ничего с собой не везли, там не покупали. Жуткие красные пятна на теле ребенка исчезли через неделю. Вроде бы дочка ела те же продукты, что и дома. Носила ту же одежду, играла теми же куплами. Единственное, что изменилось, они перестали пользоваться стиральным порошком. Люба пришла к выводу, причина болезни именно в нем. С тех пор Люба отказалась от бытовой химии. То, что для нее моющие средства, для нас еда. Приправы, специи, лимоны. Их она использует вместо обычных гелий и порошков. Люба почти ежедневно закупает несколько килограммов лимона. Видя, как Люба тащит тяжелые пакеты, ее соседка Людмила отпускает едкие замечания. Мол, жиру бесится и продукт переводит. Яблоко раздора – бытовая химия. Мыть или не мыть? Привет. Привет. Мне интересно, хватит это количество лимонов для мытья вашей квартиры? Хватит, хватит. Даже более чем достаточно. Лучше бы вы пили чай с лимоном. На это бы тратили. Нет. Мы решили выяснить, кто из них прав. Люба и Людмила сделают дома генеральную уборку. Каждая по-своему. После этого в их квартирах побывают эксперты. Они замерят уровень вредных испарений. Мы выделили соседкам по тысяче рублей. Люба закупит на эти деньги лимонов, уксуса и соды. Людмила – полный набор бытовой химии. Первым делом она покупает стиральный порошок. Запах приятный. Да. Так, можно. Стиральный порошок. Универсал, автомат. Для трудновыводимых пятен с биодобавками. Казалось бы, выбор огромный, были бы деньги. На самом деле, купить хороший порошок не так просто. Четверть порошков на прилавках рынков и магазинов – подделки. Стиральный порошок – один из основных видов фальсификата. Процент подделок достигает по нашим подсчетам 20-30%. Фальшивые стиральные порошки. Как две капли воды, похожие на настоящие. Те же упаковки и этикетки. Только внутри, вместо стирального порошка, смесь хлорки, соли и дешевых красителей. Это настоящий коктейль из вредных веществ. Ему место не в нашей ванной, а в кабинете химии. Частицы фальшивого порошка попадают в воздух, а потом в наши легкие. Вызывают кашель и головокружение. Поддельный порошок уже не бытовая, а самая настоящая боевая химия. Естественно, через кожу человека различные вещества могут всасываться в кровь и оказывать негативное действие на человека. Тула. Этот стиральный порошок Маргарита Васильевна купила на рынке возле дома. Внешне коробка не вызвала у пенсионерки никаких подозрений. Придя домой, я тут же засыпала его в воду вместе с полотенцем. И о ужас! Во-первых, пошел какой-то мерзкий запах. Я не могла понять, от порошка это или от чего. Ну, естественно, а потом я обратила внимание, что вдруг руки покрылись волдырями. Волдырями. Я попыталась смыть этот порошок, но он не смывался. Видимо, что-то химическое было. В воде стиральный порошок слипся в комки. Запах лорки чувствовался по всей квартире. Чтобы проветрить комнаты, пришлось открыть окна и даже входную дверь. Вы посмотрите, из чего он сделал. У него даже вид-то ненормальный. Киоск с бытовой химией был закрыт. Хозяина на месте не оказалось. Тогда пенсионерка обратилась в милицию и позвонила на телевидение. Давайте мы с вами тогда напишем сейчас, что вы мне напишите. Напишем заявление. Порошок, который купила Маргарита Васильевна, мы отправили на экспертизу в лабораторию. Химики нашли в коробке хлорку, соль и ядовитые формальдегиды. Этот коктейль был приправлен сильными отдушками, чтобы отбить неприятный запах. Вместе с Маргаритой Васильевной и сотрудниками ОВД Тульской области мы отправляемся на рынок искать продавцов опасного порошка. Проблема со здоровьем. Пожалуйста, сутью жалобы. И что, в чем проблема-то, я не пойму. Что за цирки? Что мы с торчем-то? Мы сейчас посмотрим наш товар. Ознакомьтесь. Сроки реализации товара. Выйдите, пожалуйста, в магазин. Мы сейчас пройдем мероприятие по установлению легальности использования вашего товара. Отберем товар, посмотрим сертификаты соответствия. Пожалуйста, сделайте это так, чтобы все было по закону. Все сделаем по закону, не переживайте. В первой же торговой точке инспекторы обнаружили несколько пачек такого же порошка, как тот, который купила Маргарита Васильевна. Так, так что же вы со мной разберетесь с пенсионеркой? Или я должна это выбросить вам? Женщина, что мне разбираться с вами? Хорошо, сейчас вот здесь вам его насыплю. Не надо мне его, ради бога, забирать, подарить соседям его. И что? Ничего, а что? Верните мне деньги за порошок. Сейчас, помогаю. Больше ничего вам не надо вернуть. Больше вам еще подарить пачечку? Нет, пачечку не надо. Женщина свободна. Если будет решение туда, тогда я его вернусь. Извините, пожалуйста. Если будет решение туда. На память. До свидания. Будут каждый приходить, то через один. Возвращай. Так, данного порошка. Днадцать упаковок. Мы это все изымаем. Нет. Опечатываем. У вас оставляем коробки, опечатанные образцы. Забираем для проведения исследований. Тихо. Так, эти в коробок. В коробок. Двадцать пять. В этом подвале расположен цех по производству поддельного порошка. После жалобы Маргариты Васильевны милиционеры провели спецоперацию. Производителей фальсификата обнаружили в Тульской области. Мошенники соблюдали строгую конспирацию. Входили в цех с черного хода, работали тихо, готовый товар вывозили по ночам. Оперативники вычислили их по запаху. Закамуфлировано было это помещение. В общем-то, никаких следов рядом не было. А уже третий раз, когда мы приехали, по косвенным признакам, именно по запаху почувствовали. Неприятный химический запах исходил из подвала этого здания. За дверью милиционера обнаружили склад поддельного стирального порошка и средств для мытья посуды. Сырое подвальное помещение, вентилятора нет, окон тоже. Повсюду грязь, клопы и тараканы. Прямо как в фильме ужасов. Здесь порошки фасовали по коробкам. Товар пользовался огромным спросом. Коробка фальшивого порошка стоила всего 30 рублей. Порошки продавали на рынках в Тульской и Московской областях. Их даже поставляли в Белоруссию и Польшу. По иронии судьбы, буквально через дорогу от подпольного завода другое предприятие. Тоже по производству моющих средств. Одно из самых крупных в России. Только здесь делают порошки настоящие. Милиционеры выяснили, что директор подпольного завода когда-то здесь работал. После увольнения он буквально перешел через дорогу и открыл производство фальшивок. Где находятся предприятия, которые выпускают легальную продукцию? Обычно рядом с ними, в непосредственной близости, расположены маленькие цеха. Бывшие работники предприятий, имея там знакомых, которых приобрели за время своей работы, используют эти связи для получения комплектующих, сырья и для мониторинга рынка. Со всех сотрудников подпольного предприятия взяли подписку о невыезде. И отпустили домой. По закону им грозит только небольшой штраф за работу без регистрации и медицинской книжки. В очень редких случаях условный срок. Все ситуации тоже могут обстоять абсолютно по-разному. Они могут получить как наказание в виде штрафа, так и также наказание в виде условного срока наказания. В зависимости от того, что делает этот человек на предприятии. Кто же тогда виноват в том, что Маргарита Васильевна испортила себе руки и потрепала нервы? С точки зрения закона – директор подпольного цеха. Его могут привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Нарушение авторских прав, продажа опасного для жизни товара и подделка документов. Самая серьезная статья – здесь, конечно же, реализация товаров, не отвечающих требованиям безопасности, опасных для жизни и здоровья. Это может быть как штраф, так может быть и даже лишение свободы. Правда, доказать, что вред наступил именно от фальшивого порошка, очень трудно. Практически невозможно. Единственное, что остается сделать милиции, это завести уголовное дело по статье «Незаконное использование товарного знака». Закон строго устанавливает ответственность за совершение данного вида преступлений. По статье 180 Уголовного кодекса «Незаконное использование товарного знака» – это санкция до 6 лет лишения свободы. Однако сейчас такие санкции применяются редко. По мнению милиционеров, у этой проблемы есть решение. Подделка бытовой химии должна попадать под статью «Мошенничество». Тогда владельцу подпольного завода будет грозить реальный срок. А рисковать свободой решится далеко не каждый. Этот подпольный цех закрыли, а всю продукцию, которая была на складе, уничтожили. Но фальшивые стиральные порошки, сделанные в Туле, до сих пор находят на прилавках. И никто не даст гарантии, что на рынке рядом с вашим домом не торгуют фальсификатом. Поэтому нужно знать, как отличить подделку от настоящего порошка. Валерий Петросян – профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности. Вместе с ним мы отправляемся на рынок. Он расскажет, как отличить поддельный порошок от настоящего. Я вот, например, теперь хожу повсюду с лупой, для того, чтобы прочитать, что написано на этих упаковках. Можно обойтись и без лупы. Достаточно быть внимательным. Настоящий поддельный порошок – товары близнецы. Но и близнецов. Близкие люди, например, мама с папой, умеют различать. Чтобы различить подделку, придется вспомнить детскую игру «Найди 10 отличий». Отличие первое – этикетка. У настоящего порошка она четкая, буквы как бы слегка выдавлены на бумаге. У подделки буквы пропечатаны расплывчато. Обычно, если порошок изготавливается поддельный, то поддельной будет и упаковка сама. Этикетку стирального порошка надо потереть. Вот так. Если буквы легко стираются с коробки, значит, порошок поддельный. Отличие второе – упаковка. Мошенники не умеют герметично закрывать коробки. У них не хватает оборудования. Поэтому порошок просыпается в щели по бокам. Упаковку стирального порошка надо перевернуть. Если порошок высыпается из углов, значит, вам пытаются продать фальшивку. Дома можно устроить дополнительную проверку. На всякий случай. На это уйдет пара минут, но собственное здоровье дороже. Обычная зеленка оказывается лучший способ поймать фальшивку. Итак, мы в каждый из стаканов с водой добавим по три капли зеленки. Добавляем три капли в первый стакан. И добавляем три капли во второй стакан. И добавляем в каждый из растворов по одинаковому количеству подлинного порошка и фальшивого порошка. Перемешиваем. Через 15 минут вода в стакане с настоящим порошком побелела. В стакане с фальшивкой цвет воды не изменился. Настоящий стиральный порошок. В отличие от фальшивого, безопасен. После стирки у вас не начнется приступ астмы и не появятся волдыри на коже. Это гарантирует гигиеническое заключение. Его выдает Роспотребнадзор на каждую партию порошка, которая продается в России. Но не все стиральные порошки одинаково полезны. Все-таки это химия, пусть и бытовая. Давайте посмотрим на этикетку. Здесь много загадочных и непонятных надписей. Но нам нужны только три. В разделе состав смотрим. Павы, ароматические добавки, фосфаты. Рядом с каждым компонентом написан процент. То есть, сколько в порошок добавили того или иного вещества. Запомните, это и есть самая важная информация. Сейчас вы поймете почему. Поверхностно-активные вещества, сокращенно павы. Именно они смывают грязь и очищают ткань. Чем больше павов, тем порошок лучше стирает. Парадокс, но чем лучше порошок стирает рубашки, тем хуже он действует на их хозяина. Павы могут вызывать шелушение и сухость кожи. Иногда они провоцируют аллергию. Отрывают загрязнение, но при этом они сорбируются на поверхности ткани. Удалить их достаточно сложно. Количество павов указано на этикетке. Лучше покупать порошок с долей пав 5%. Этого вполне достаточно для того, чтобы отстирать белье. Если пав больше, то порошок может вызывать раздражение кожи. Пенообразователи. Синие или зеленые гранулы. Многие думают, именно они-то и отстирывают белье. На самом деле эти гранулы нужны исключительно для красоты. Они просто создают пену, которая практического значения не имеет. Порошок будет прекрасно отстирывать и без нее. Но любая хозяйка отнесется с недоверием к моющему средству, которое не дает пены. Эти гранулы специалисты называют балластом, то есть ненужным грузом. Фосфаты. Их добавляют для того, чтобы вода стала более мягкой. Тогда порошок сможет отстирывать так называемые трудновыводимые пятна. Жир, томатный сок, пятна от травы. Но сами фосфаты тоже трудновыводимые. После стирки они плохо смываются с одеждой. А с ткани фосфаты вполне могут проникнуть в кожу. Старайтесь после каждой стирки ополаскивать одежду минимум пять раз в горячей воде и два раза в холодной. Тогда большая часть фосфатов смоется с одеждой. В какой-то степени они все равно останутся. Но лучше ввести дополнительное ополаскание по сравнению с тем, что записано в инструкции вашей стиральной машины. Следы, конечно, все равно останутся. Это плата за то, что мы используем эффективные современные моющие средства. Чем меньше фосфатов в стиральном порошке, тем лучше. Их количество указано на этикетке. Вот здесь. Выбирайте порошок с долей фосфатов не больше пяти процентов. Эта цифра всегда указывается на этикетке. Людмила Костяева часто ездит в Германию по работе. Из командировок она возвращается на груженные, как челноки начала девяностых. Только вместо баулов с одеждой она везет чемоданы бытовой химии. В 10 лет у ее сына обнаружили аллергию. Врачи подозревали, что это реакция на стиральный порошок. Диагноз не подтвердился. Но Людмила все равно решила перестраховаться. Она выбросила все российские моющие средства. Людмила уверена, что за границей лучше. Ее не смущает даже то, что одна пачка импортного порошка обходится ей в 400 рублей. Российский аналог стоит 50. Просмотрела практически все компоненты и обнаружилось, что это органические вещества, это минеральные вещества, то есть вещества природные, которые в природе потом и разлагаются. У них нет красителей, что для меня очень важно, потому как сын опять же на это все реагирует. Порошки отличаются. По крайней мере, так утверждает Людмила Костяева. Мы решили узнать, провали Людмила и провели свой собственный опыт. Для сравнения мы купили стиральные порошки одной и той же торговой марки, только сделанные в разных странах. Германия. Ганновер. Наш корреспондент покупает несколько упаковок стирального порошка. Россия. Москва. Выбираем на прилавке порошки тех же самых торговых марок. Это два абсолютно одинаковых садовых цветка. Две азалии. Одну из них мы поливаем водой, в которой разведен российский стиральный порошок. Другую – водой с немецким порошком. Через три дня цветок, политый обычным порошком, завял и пожелтел. Через неделю засох и потерял все листья. Азалия, которым мы поливали экологически чистым порошком из Германии, цветет, как ни в чем не бывало. Так, стало быть, Людмила Костяева права? И да, и нет. Российские и немецкие порошки – аналоги. Но, как оказалось, не близнецы. В немецких образцах нет фосфатов. Вместо них добавлены другие вещества. Например, глицерин. В России пока нет законодательства, которое требовало бы уменьшение количества фосфатов в воде. Российская экология пока еще не требует уменьшения количества фосфатов. Фосфаты – токсичные вещества. Именно из-за них завяла азалия, которую мы поливали водой с российским стиральным порошком. В большинстве европейских стран применять фосфаты в бытовой химии запрещено. Такой товар просто не допускают на прилавок. Российские ГОСТы позволяют добавлять фосфаты в порошок. Дело не в злом умысле производителя. Просто у нас другие стандарты. К сожалению, все имеющиеся ГОСТы на бытовую химию зарабатывались в советское время. Сейчас безнадежно устарели. В данный момент в бытовой химии используются многие вещества, которые раньше никогда не использовались и не проводились. Поэтому вся нормативная база нуждается в переработке. Необходимо принимать технические регламенты. И только после этого можно навести порядок вот в этой сфере. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Безопасные заменители фосфатов удорожают производство втрое. Пачка немецкого порошка стоит 400 рублей. Это не считая затрат на перевозку. Простая стирка обойдется в целое состояние. Людмила Костяева совершенно напрасно везет бытовую химию из Германии. Порошки без фосфатов уже давно продаются и в России. Здесь важно не где куплено и кто производитель. Главное вот это зеленая метка. Пачка экологически чистого порошка в России стоит 250 рублей. Галени, по сути, такой же порошок, но привезенный из Германии, обходится почти в два раза дороже. Просто всегда кажется лучше там, где нас нет. Стирать экологически чистым порошком безопасно. Но не всем по карману. Экономные хозяйки могут сделать порошок сами. Из подручных средств. Соль, лимоны, зола, луковый сок, сырой картофель. Все это народная бытовая химия. Этим стирали наши бабушки. Мы решили проверить, выгодно ли пользоваться народными рецептами в современной жизни. Анастасия и Алина домохозяйки. Они участницы нашего теста. Алина будет стирать обычным порошком, Анастасия – народным способом. Соком лимона. Две одинаковые белые футболки мы пачкаем кетчупом, зеленой травой и песком. Совсем как в рекламе стиральных порошков. Наши домохозяйки начинают соревнования. Ну, соседка, я стираю порошком. Посмотрим, кто быстрее отстирает. Прошло 10 минут. Алина, которая пользовалась порошком, полностью отстирала свою футболку. У меня почти отстиралось. Пальцы, правда, пощипывает немного от порошка. Анастасия все еще возится с лимонами. Пока она смогла отстирать только песок. Трава никак не отходит. А бабушка говорила, что это самое проверенное народное средство. Пятно от травы отстиралось только через час. От кетчупа на футболке так и остались небольшие желтые разводы. Еще полчаса работы, и они исчезли. Покажи. У тебя действительно чище. Лимон может заменить порошок. Но стирка народными средствами не так дешева, как кажется. Арифметика проста. Чтобы постирать футболку, Насте понадобился килограмм лимонов. Теперь представьте, сколько нужно такого натурального средства для стирки целого гардероба взрослых вещей. По самым скромным подсчетам, это 10 килограммов лимонов в неделю. То есть не меньше 500 рублей. Килограммовая пачка экологически чистого порошка стоит 250. В два раза дешевле. Есть еще один момент. Алина стирала футболку 10 минут. Анастасия – полтора часа. Медленно и печально. Наши бабушки тратили на стирку белья 2-3 часа в сутки. Бытовую химию придумали именно для того, чтобы облегчить нашу жизнь. Как говорится, каждый выбирает для себя. Эти люди много лет назад отказались от цивилизации. Этакие экологические раскольники. В экопоселении нет электричества, автомобилей, супермаркетов и магазинов бытовой химии. Ее поселенцам заменили зола, глина, щелок и горчица. Здесь все обустраиваешь сам. Вот и помывка, и стирка. Стирать приходилось даже в ледяной воде полоскать, ну, в проруби. Всю сознательную жизнь Виктор Бардыкин прожил, как все. Делал карьеру, воспитывал детей. Но в один день полностью изменил свой быт. Продал городскую квартиру и купил участок земли в чистом поле. Новую жизнь начался строительство дома, экологически чистого. Это саман. Самый настоящий саман. Вот он. А что такое саман? Саман – это смесь глина, песок, солома. Глина в пределах 15%, а остальное – песок. Ну, то есть это строительный материал из-под ног. Вон там за домом есть яма, там я пруд рою. И вот из этой ямы беру вот этот строительный материал и складываю стены у себя дома. Здесь нет почти ничего, чем пользуются люди 21 века. Ни стирального порошка, ни шампуня, ни зубной пасты. Но посреди комнаты стоит огромная печь – источник сырья для моющих средств. Это моя кухня. Здесь есть много интересных штук. Для, ну, нестандартных, скажем так, для ведения бытовых дел. Но у меня есть универсальные средства для стирания, для мытья посуды, для мытья всей бытовой техники кухонной. Вот это старинное средство, называется зола. Олеся – жена Виктора Бардыкина. Вместе с ним она учится вести домашнее хозяйство по-новому. Значит, из печки достаем золу. Насыпаем в трехлитровую банку. Где-то насыпаем около одной трети, можно больше. Именно так делали наши бабушки. Делали стиральный порошок, в котором потом… Ну, не порошок, а стиральный раствор, в котором потом и стирали все белье. Вот у нас одна треть банки заполнена золой. Вот, сюда наливаем обычную воду. Вот, лучше, конечно, если она будет горячая. Вы часто проделываете эту процедуру? Ну, каждый раз перед стиркой. Началась реакция кипения. Зола как бы вступает в реакцию с водой. И получается щелок. Должен постоять где-то, ну, пару дней. Зола вся оседает, вот, а щелок, он становится прозрачным. В принципе, вот это вот уже готовый щелок я уже делала. В поселении зола – универсальное средство. Им моют голову, чистят зубы, стирают все вещи. И туда же сейчас добавим щелок. Где-то порядка, ну, кружки. Откуда у вас все эти рецепты? От бабушек. Вот, люди сохранили их. Так, ну, давайте постираем вот это вот кухонное полотенце. Это грязь. Вот это сразу начинает отходить грязь. В Ярославской области так живут около двухсот семей. Их дома спрятаны в лесной глуши. Расстояние между ними 2-3 километра. Посторонний человек даже при желании не найдет это эко-поселение. Указателей здесь нет. Босая женщина в белом – бывший химик-технолог Татьяна Иванова. Это не романтическая прогулка по лесу. Она занимается вполне земными делами. Собирает растения, чтобы приготовить средства для мытья посуды. Обычно женщины ищут моющие средства в супермаркетах. Она на лесных полянах. Вот хвощ. Есть хвощ лесной. Это вот такая травка. Это вот хвощ лесной. Я пробовала полевым хвощом. Вполне возможно, что и лесной тоже хорошо для этого подходит. Вот. А там подальше сейчас пройдем. Я вам покажу хвощ полевой. Раньше Татьяна работала на химическом заводе в Германии. Четыре года назад поменяла свою комфортабельную квартиру на маленький деревянный домик в глуши. Теперь живет без электричества и без элементарных средств гигиены. Электрический свет, он негативно влияет на чувствительность глаза. То есть после двух лет без электричества я поняла, что я лучше стала видеть в темноте. Моюсь водой. Летом хватает воды из пруда. То есть у нас в пруду очень интересное свойство воды. То есть она и отстирывает хорошо сама по себе. Ребенка у нас речь шла, что на докода точно, ему вообще никакие моющие средства и ничего не нужно. Тишина, уют, чистый воздух. С экологией у отшельников действительно все в порядке. Но за душевный комфорт и химическую безопасность им пришлось заплатить свою цену. Это фотографии старшей дочери Татьяны, Нины. Отношения с дочерью для женщины больная тема. В свое время Татьяна уговорила мужа и дочь переехать в экопоселение. Но идиллия продолжалась недолго. Нина и ее отец не приняли новую философию Татьяны. Жизнь без света, телевизора и средств бытовой химии. Вначале муж, а потом и дочь оставили ее и вернулись в большой город. Своей дочерью, могу сказать, она... Конечно, мне бы хотелось, чтобы она жила здесь. Но поскольку она выбрала пожить с отцом в городе, я уважаю ее выбор, она живет сейчас там. Ну, дальше посмотрим, во что это выльется. Уже здесь, в экопоселении, Татьяна вышла замуж во второй раз. Григорий, ее новый муж, полностью разделяет взгляды Татьяны. От него женщина родила второго ребенка. Семья по-прежнему живет без электричества. Спудную еду из овощей готовят в печке. Моются только в пруду, никаких шампуней и кремов. Теперь берем нашу мочалку, которую мы тут насобирали, и моем посуду. Маленький сын Татьяны Марк никогда не был в городе. И если родители не нарушат добровольного заточения, вряд ли побывает. Даже когда вырастет. Его организм просто не выдержит испытания агрессивной средой. Это значит, Марк не сможет окончить школу, поступить в институт. Он лишен выбора. Потом он просто не сможет привыкнуть к другой среде обитания. И будет обречен всю жизнь провести в маленькой экологической резервации. Вернемся к участницам нашего теста. Людмила Волдина, та, которая активно пользуется бытовой химией, сейчас моет посуду. Сторонница натуральных продуктов Любовь Мирошникова наблюдает за действиями соседки. Я, конечно, не осуждаю Людмилу, но в таком количестве, иметь столько ДС-средств, с ума сойти. Это же вредно для здоровья. Он от этого бычка вот аллергия. Новый гель для посуды. Моется тяжело, побольше нальем. Обратите внимание на действия Людмилы. Женщина наносит гель на тарелку. Затем один раз ополаскивает ее и ставит на полку. Она уверена, этого вполне достаточно, чтобы смыть гель с посуды. Мы решили проверить, так ли это. Проведем простой тест. Прикладываем к тарелке, которую помыла Людмила, вот этот бумажный индикатор. Если на него попадет хоть капля средства для мытья посуды, он поменяет цвет. Внимание! Химические вещества никуда не исчезли. Бумажка позеленела. Значит, тут часть моющего средства осталась на тарелке. Пол-литра средства для мытья посуды в год. Именно столько мы выпиваем из-за собственной лени. Частицы геля с тарелок попадают в пищу. Состав моющего средства – это павы или поверхностно-активные вещества. Глицерин, красители, отдушки. Оно совсем не предназначено для употребления вовнутрь. Оставаясь на посуде, эти самые вещества обязательно попадают в организм человека. Крайне негативно для организма. Синтетическое моющее средство после разового полоскания не смывается. Для того, чтобы оно полностью исчезло с тарелки, ее надо ополаскивать очень тщательно. Реклама не врет. Одной капли геля действительно достаточно для того, чтобы помыть как минимум 10 тарелок. После мытья посуду надо ополаскивать не менее 15 секунд в проточной воде. Лучше покупать средство без запаха. В нем меньше красителей, которые могут вызвать аллергию и даже спровоцировать отравление. Даже капля моющего средства, попавшая в организм, может вызвать у некоторых людей сильную аллергию. А теперь представьте, что будет, если вместо настоящего средства вам попадется подделка. Хронический бронхит, аллергия, нарушение функций центральной нервной системы. Харшиду Асланбекову всего 28 лет. Но его больничная карта похожа на медицинскую энциклопедию. Весь этот букет болезней Харшид заработал штампуя поддельные средства для мытья посуды, которые мы покупаем на рынке. Короче, точно здоровье погубили мы здесь. Прозрачная жидкость была. Как будто внутри какие-то стеклышки были. Когда мы добавляли, без перчаток, перчаток нам не давали. Когда мы добавляли, все кончилось, шуршалось на ладони. Запертая комната без окон и вентиляции. Рабочий день, вернее рабочая ночь, 12 часов подряд. Только утром хозяин отпирал дверь и выпускал своих подчиненных на улицу. Днем не работали, что нас не заподозрили здесь. Начальник всегда говорил, что по ночам работать. Он-то привозил из бачок и добавляли, разбодяжили по-своему там. Там, что написано на стене, там по граммам, сколько на весах, там весы были, взвесивали. И все туда, короче, подяжили и делали. Подпольное предприятие закрыли сотрудники Департамента экономической безопасности ГУВД Московской области. Милиционеры изъяли 80 ящиков пустых флаконов из-под известного моющего средства и почти тонну ядовитой химии. Мы побывали в помещении подпольной фабрики через месяц после рейда оперативников. Токсические вещества настолько сильно впитались в стены, что редкий запах стоит здесь и сегодня. На полу этого цеха все элементы таблицы Менделеева. Один рубль за флакон моющего средства. 500 флаконов за одну ночь. За такие деньги рабочие подпольного цеха в буквальном смысле слова гробили свое здоровье. Больной Асланбеков. На снимке у него обструктивный хронический бронхит. Корни структурные, расширенные. Легочной рисунок усилен. Но это говорит о том, что у него хроническое заболевание легких. Это может вылиться в бронхиальную астму. Это может быть и заболевание легких. То есть онкология рака. Отличить подделку можно по запаху. Как ни странно, сильный и приятный запах – это плохой знак. С помощью отдушек машинники маскируют ядовитые ингредиенты. Чем сильнее приятный запах моющего средства, тем больше опасность, что это поддельное. Вот в левом стакане истинное моющее средство. У него запах приятный, но не интенсивный. Следующее, поддельное, имеет весьма интенсивный запах лимона. Для тех, кто не доверяет своему нюху, есть еще один способ проверить средство для мытья посуды. Простой и наглядный. Возьмите лист бумаги. Выдавите на него каплю моющего средства. Приложите бумажку к кафельной плитке. Если она будет скользить по кафелю, значит средство настоящее. Если приклеится, то это подделка. Любовь Мирошникова и ее соседка Людмила Волдина заканчивают уборку в своих квартирах. Одна использовала только натуральные моющие средства. Другая – бытовую химию. Каждая из них уверена, что именно ее способ уборки – самый правильный и безопасный. Сейчас мы это проверим. Эксперты заходят в квартиры со своей аппаратурой. Это газоанализатор. Улавливает около 20 вредных компонентов. Если концентрация выше нормы, раздастся сигнал. Концентрация формальдегида сейчас, наоборот, увеличивается даже. То есть еще больше. Порядка в три раза уже. Да, поэтому советую удалить из этого помещения как можно быстрее. Или как минимум, да, проветрить все-таки. Квартира Людмилы Волдиной. Прибор начинает пищать уже в ванной комнате. В воздухе высокое содержание хлора и ацетона. Повышенным источником углеводорода в данной ванной комнате, скорее всего, стало вот это чистящее средство, которое здесь используют для чистки ванны или зеркала. Вообще рекомендуется не использовать хлорсодержащие чистящее средство. У нас они по-прежнему используются, и при этом они оказывают вредное воздействие. И что особенно важно, то что хлор при соединении с органическими веществами может давать хлороорганические соединения. Это раздражающее воздействие они имеют. То есть на слизистую, на дыхательную, на глаза. Человеку может появляться кашель у души и так далее. Хлор и ацетон содержались в средствах для сантехники. Перед уборкой Людмила смешала две этих жидкости. Проще говоря, поставила у себя в квартире самый настоящий химический опыт. Людмила сама своими руками превратила бытовую химию в боевую. Не превращайте квартиру в школьную лабораторию. Никогда не смешивайте средства бытовой химии между собой. Они могут вступить в реакцию и образовать опасные химические соединения. Потом эксперты-экологи перенесли свои приборы в соседнюю квартиру. Здесь была уборка без химии. Стрелки не шелохнулись нигде. Ни в ванной, ни в комнате, ни в туалете. Ну здесь, да, концентрация, скажем так, очень маленькая. Да, абсолютно все. То есть если есть, но очень мало, это, в принципе, стандартно для любой квартиры. Так кто же прав? Метод Любы, конечно, безопасен. Лимонно-содовая уборка оказалась экологически чистой и ужасно утомительной. Мыть, стирать, убирать пришлось почти целый день. Мы как-то забываем, что бытовую химию придумали именно для того, чтобы освободить хозяйку от домашних хлопот. Людмила, которая пользовалась бытовой химией, потратила на генеральную уборку всего полтора часа. Эксперты нашли в ее квартире токсичные вещества. Но их могло бы и не быть. Людмила просто не соблюдала элементарные меры безопасности. Смешивала средства для мытья сантехники и мыла тарелки лошадиными дозами геля. Если бы она соблюдала самые простые правила, то экологический фон в ее доме мало бы отличался от лимонной свежести в квартире соседки. Конечно, никто в здравом уме не станет утверждать, что бытовая химия полезна для здоровья. Но это вовсе не означает, что нужно держать в доме несколько ящиков лимонов и бочку с содой. Достаточно соблюдать самые простые правила. При покупке проверять стиральные порошки на подлинность. Этикетку потереть рукой. Если буквы легко стираются с коробки, значит порошок поддельный. Упаковку перевернуть. Если порошок высыпается из углов, значит вам пытаются продать фальшивку. Покупать стиральный порошок с содержанием ПАВ и фосфатов не более 5%. Ополаскивать посуду минимум 15 секунд в проточной воде. Никогда не смешивать несколько средств бытовой химии. Сохранить свое здоровье и не превратить бытовую химию в боевую. Это не так сложно, как кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова